Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. Так, турнир закончился, забираем свой приз. Ага, так, мы все-таки с вами на Сёгуне, да, остановились, пускай одна звезда, но это хорошо, потому что нам дадут, естественно, платиновые осколки. Немножко, но все-таки. Так, баблишка, точнее, сюрикены. 25 карточек Змейка Вьюна, плюс 70 осколков золотых и 25 платиновых, вот то, что нужно, ребята. Так, соответственно, давайте здесь еще заберем. Отлично, ну что же, теперь давайте, наверное, сделаем с вами... Нет, возьмем, пожалуй, колоды, посмотрим, да. А ну-ка, что нам выпадет сегодня? Неужели Кирби там, а? Ну, естественно, ребята, конечно же, как же без него? Ладно, не беда. Да, давайте еще посмотрим колодочку, что у нас тут выпадет. Так, это понятно, понятно, понятно. Кто, 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 кто там... А, Бакстер Муха. Замечательно, ребята. Так, давайте сделаем, точнее, заберем Ревард. Так, заберем еще вот здесь, вот. О, блин, да что ж такое? Мне уже какой раз ДНК Донателло выпадает? Подряд причем. Так, 10 осколков, одна ДНК Сплинтера, два осколка Серебряных, Куна Ичи, одну ДНК. Так, 4 портала, 4 доллара и 500 мутагена. Все, замечательно, ребята. Давайте заберем Ревард. И будем уже, наверное, вот эти вот задания выполнять с вами. Так, поднять уровень персонажа. Так, у меня очень мало мутагена, поэтому это придется, ребята, сделать с каким-нибудь слабеньким персонажем. Ах, кстати, да. Давайте-ка мы себе еще, наверное, Хана улучшим. Почему бы и нет? Как раз настало то время. Вот он, вот он, ребятушки. Все, хватит. Он у нас уже получает, короче, он у нас третью бронзовую звезду. Слабовато, конечно, но тем не менее, ребята, у него открывается новая возможность. Гипнотические жесты, называется, да? Хам делает загадочные пассы руками, гипнотизируя врагов. Защита минусуется у всех врагов на два хода. С вероятностью 10% вызывается атака на два хода. Восстанавливается пять ходов. Что-то слишком круто как-то. Ну вот, в принципе, все. Давайте тогда еще и уровень ему повысим. Замечательно. Так. Давайте заберем реворд. Забрали. Так, сразиться. Ну это понятно. Серию испытаний. Давайте мы пробежим сейчас по-быльненькому с вами. У меня как раз тут все живы-здоровы, все целенькие. Почти что. Я думаю, надо быстренько это дело провернуть. Погнали. Так. Давай-ка нахлобучим. Ну давай, ребята, не раскисаем. Ой, блин, я только сейчас увидел, что у меня, ребята, Рафаэль-то уже практически подбитый. Очень мало здоровья у него. Ё-моё. Лео, лучше бы ты сделал, конечно, отхил. Сейчас будет, наверное, бомбить. А, нет, паукус не успел ничего, к сожалению, сделать. Так. Ну я боюсь, честно говоря, за Рафика. Блин. Ну что ты, Лео? Ну ё-моё, а? Не то ты, не то ты делаешь, конечно. Ладно, посмотрим. Посмотрим, как они выкрутятся из этого положения. Ага, пока идёт всё неплохо. Он делает провокацию. Так, в кого он будет сейчас стрелять? Ну естественно, естественно, в Рафика. В кого же он ещё может бомбануть? Ёпп, рассеты, а. Ну вот так вот всегда у нас. Как только у кого-то становится мало здоровья, естественно, они начинают его добивать. Просто прессингом своим. Давайте ещё мне здесь зэка уроните. Для полного счастья. Нет, не успел. Ну а мы с вами проходим это, как говорится, испытание. Ладно. Сейчас я сделаю, ребята, откат полный. Потому что, ну, здесь уже, естественно, нам делать нечего. Собираем. Так, сбросить. Да, сбросить. Во! Карайку и крысиный король. Нам достаётся. Это замечательно. Так, давайте заберём ревард. И смотрим, что у нас. Ну, осталось всего лишь найти 10 ДНК кого-нибудь. И кого же мы сегодня будем с вами искать? Давайте-ка приценимся. Вот. Змейка... Змейка Вьюн. Конечно же. Ребят, смотрите. У него на данный момент у нас имеется 75 ДНК. То есть, если мы сейчас 5 ДНКшек находим. Одна уже есть. То мы сможем его проапать. Так, одна есть. Давай посмотрим. Вторая. Это уже хорошо. Ну, третью, естественно, нам не дадут. Или дадут? Нет, не дадут. Значит, ребята, мы с вами не успеем, скорее всего. Хотя, я знаю, как это дело можно исправить. Третья. Откатить просто-напросто за 50 долларов. Четвертая. И... Ну, пятую никогда не дают, ребят. Точнее, третью. Ох ты! Вы представляете, да? Три раза, три попытки было, ребят. И в трех попытках выпал Змейка Вьюн. Прямо, знаете, как удача. Ну, что же. Ух. Змейка Вьюн. Да. Хоть я и не очень люблю с тобой играть, но... Ты заслужил. Ты заслужил себе четвертую звезду. И тут тебе придется подождать, потому что у меня не хватает мутагена. Пять тысяч нужно, ребята. А у меня всего лишь три. Но, да не беда. Сейчас мы с вами это дело исправим быстренько. Нам нужно еще. Еще три раза. Вот так. Давайте-ка посмотрим, кого можно по-быстренькому здесь нащелкать. Слушайте, я думаю, что нейтрализаторов, в принципе, выгодно искать. Потому что уже 60 практически ДНК мы насобирали. А нужно 80. Давайте три разика мы попробуем. Крутануть, как говорится. Опачки. Минус. Не понял. Почему так? Здравствуйте. Приплыли. Эй. Ребята, дайте мне ДНК на нейтрализатор. Вы что делаете? Ну вот. А ну дали. Хорошо. Давайте еще здесь три попыточки сделаем с вами. Ага. Вторая ДНК. Отлично. Здесь минус. Ну дайте хоть еще одну. Ё-моё. Три. Пускай будет три ДНК. Фиг тебе, как говорится. Ай. Ну ладно, ребята. Главное, что мы с вами... Да. Мы выполнили задание. Давайте забирать реварды. Все. Отлично. Теперь мы будем с вами проходить... А с чего начнем? С лиги, как всегда. Или же пойдем и будем смотреть, что у нас за турнир. Ой. Турнир. Турнир. Понятно, что у нас. Кстати, у нас будет разыгрываться Макмен. Так. А в испытаниях у нас опять Лига Лео и Девичья Сила. Так. Слушайте, я... Я даже не знаю. В принципе, мне выгоднее сейчас начать с лиги, ребята. Это потому, что, сами вы знаете, потом откаты будут. И чем быстрее мы сейчас нащелкаем, дальше выше поднимемся, тем будет нам лучше в будущем. Но для начала вот начнем, пожалуй, с осколков. Набьем осколки на этом задании. Вы знаете прекрасно, что где-то на третьей стадии мы с вами зависнем. Поэтому все здесь быстренько у нас пройдет. Так. Наверное, все-таки я пойду потом на Лигу. На Лигу. А может быть, сегодня мы, ребята, сходим и на Лигу, и еще на испытания. Посмотрим, как у нас там по времени будет. Так. Ну что же. Тут понятно, ребята. 8 серебряных осколков мы с вами получили. Давайте еще получим 16. Так. Мне еще нужно набить мутагена, ребята. 5 тысяч. Это в обязательном порядке. Я хочу прапать сегодня Змейка Вьюна, чтобы он у меня был 4-звездочным. Так. Ну что. Давай попробуем его наказать. А что пробовать-то? Мы и так накажем его. Тут даже пробовать не надо, ребят. Все. Он лежит и отдыхает. Ну, третья фаза у нас, как говорится, будет эта последняя. Мы сейчас с вами должны быстренько его раскатать. Так. Как видите, ребята, у меня 84-й уже уровень. Буквально недавно я получил. Так. Ну вот. 60-й уровень. Поехали. 60-й уровень у нас у Бакстера. Соответственно, у меня, ребята, тоже здесь не промахну. Кроме, конечно же, железной головы. Он у меня слабенький. Полтинчик всего лишь. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот это как-то нежданно было и негаданно. Слушайте, успеем или нет? Блин, по идее, должны успеть, ребят. Провокацию нет. Давай так попробуем. Супер ударом сколько? Много отнимем? Ну, прилично, прилично. Причем у него тоже, ребята, постепенка. Ну. И я думаю, что все, ребят, ему хана. Да-да-да. Лео, давай. Молодец. Оу. Фу ты. Я уже думал, мы промазали или что-то в этом роде. Но нет. Как-то с небольшим, как говорится, отставанием у нас прошел этот удар. Ну все, ребят. Мы его здесь забомбили. 8 осколков золотых мы получаем с вами. Ой, красота. Хорошо, идем. Ну, естественно, здесь нам делать нечего, потому что здесь 80-й уровень. Говорят, ну его нафиг. Ой. Ну что, давайте пойдем на турнир. Да, ребята, быстренько сейчас с вами добежим. Докуда нам надо. Докуда мы успеем. Так, и смотрим, смотрим, смотрим. И я вижу уже первого кандидата, ребята. Вот он. Вот он у нас. Красавец наш. 15-й, 16-й уровень. Да, соответственно. Слушайте, ну смотрите, здесь круто у него. Носорог 3 звезды имеет. Это на этом-то уровне. Как? Я ума не прошу. Как он мог на 16-м уровне набрать уже 3 звезды золотые? Или он уже идет с золотыми звездами? Не знаю, ребят. Короче, хоть... Давайте пробовать. Фиг с ним. У меня, по крайней мере, по уровню они круче. 20-й уровень. Хотя звезды здесь, мне кажется, решают больше, чем уровень. Посмотрим сейчас. Так. Ну, Пит это, конечно, вообще ни о чем. Так, а вот давай Бакстар, наверное. Хотя, ребята, почему ни о чем? Все, нормуль. Ой, как хорошо идем. Смотрите-ка. Так, мухи нету. Так, Карайка Масуху делает. Понятно. Так, я... А, и у меня еще у Пита, к сожалению, ребята, нету этого скилла на отхиливание. Ё-моё. Но, как видите, мы здесь очень даже хорошо идем. Я думаю, что сейчас Аркстеди упадет. Хотя... Нет, упадет, упадет. Но... Да блин, что ж такое-то? Давай, Пит. Молодцы. Мы здесь молодцы, ребята. Слушайте, но все-таки уровень тоже немаловажно. У меня 20-й уровень был, у него 16-й. Как видите, мы его очень даже легко разорвали. Так, ну а мы с вами продолжаем, ребята. Продолжаем и смотрим, кто нам выпадет на этот раз. Ну. И мы с вами будем, наверное, драться против... Я думаю, что... А они практически одинаковые. Нет, давайте вот с этими, с этими ребятами. Так, 15-й и 18-й уровень здесь. Соответственно, мы берем своих вот этих вот ребят. Я думаю, что здесь один только Лео космический может всю эту пачку затащить. Он довольно такой имбовый. Хоть и не прокачанный. Ага, нейтрализатор. А этот парень у нас, да, не промах. Это не промах паренек у нас. Ой, он сильный, гаденыш. Ну-ка. Еще и живет до сих пор. Так, я боюсь, что сейчас этот... А, нет. Он не стал делать массовый удар. Может быть, у него пока еще его и нету. Ну, елки-палки Лео. Я думал, что ты будешь здесь бомбить-то покруче. Как-то ты неудачно здесь все это дело делаешь. Смотрите, Бакстер просто бьет. Значит, у него нету суперударов, ребята. Я имею в виду вызов Маузеров, вызов Волны. Отлично. Тогда мы здесь с вами опять же пройдем замечательно на три звезды, как говорится. Идеальная победа. Все. Бибоп упал на задницу. И мы с вами переходим дальше, ребята. Ну, как вы знаете, здесь, конечно же, все идет нормуль, легко. Буквально где-то, когда мы с вами дойдем до самураев, наверное. Там уже будут у нас как бы небольшие проблемы. Да и то вряд ли. Проблемы будут только из-за того, что у нас не хватает карточек будет. Так, смотрим, ребят. И выбираем мы с вами, кого бы нам здесь выбрать. Они все одинаковые, абсолютно, ребят. Так что... Так что я даже не знаю. Ну, давай вот этих вот возьмем. На мой взгляд, они самые простенькие должны быть здесь. Так, где у нас тут? Ага. Раф. Тоже возьмем Кирби и Джастина. Вот так вот оно где-то должно быть у нас. И сейчас будет все хорошо, ребят. Мы... Кто здесь у нас проблематичный? Только лишь Бакстер, конечно же. Давай-ка так сделаем. Ой, какой Бакстер? Ну да, в принципе, Бакстер, да, ребята. Что-то я уже запереживал, что я что-то не то делаю. Так. Тихо, тихо. Давай вот так вот. Плевок массовый. Вот и хорошо, ребята. Там меткость мы понизили. Раф не должен попасть. Нет, попадает. Что такое? Что? В чем проблема, а? Ну-ка давай, дракончик. Зажги. Огни на нашем празднике. И он это делает, ребята. Так, Кирби. Кирби еще не минус. О, видите, промахивается. Так, минус Кирби. И остается лишь только Рафик. Рафика, естественно, ребята, мы сейчас тоже с вами быстренько здесь забомбим. Так, подхилимся. Так уж и быть. Так, и Джастин делает добивочный. Да, ребята? Вот как-то так у нас это все дело и получается. Ух. Так. Ну, естественно, мы сразу же с вами на воин три звезды попадаем. И 49-я позиция. То есть, давайте еще, наверное, сделаем с вами бой и, как говорится, выше поднимемся. И на этот раз мы с вами выбираем вот эту вот колодочку. Так, у нас здесь Рокстеди, Крис, Муха и Иван Петренко. Так, Иван Петренко. Поэтому и 24-й, и 23-й уровни, да, здесь, значит? Ой-ой-ой-ой-ой. А смогу ли я справиться вот этой вот бригадушкой? Мне кажется, что нет. Хотя можно было бы попробовать, но они все-таки слабенькие. Черт бы их побрал. Ладно, они так и напросились, ребята, чтобы я взял вот эту вот команду свою. 25-й и 28-й уровень. Как раз, я думаю, будет подстать. Да, как раз должно быть так. Блин, а как же мне тех бойцов реализовать, а, ребята? Я не знаю. Что ты там, Бакстер? Ну-ка, получи, гаденыш. Получи. Бум. Нормуль. Хорошо получилось. Так, давай дальше продолжать. Не отступать и не сдаваться. Да что же за крепкий такой Бакстер у нас, а? На. Вот и все. Так, ага, ну, конечно же, Петренко начинает тут бомбить. А мы сейчас с вами сделаем, знаете что? Так. Давай. Блин. Ну, давай так попробуем. Давай. Давай, поджарим. Ой-ой-ой-ой-ой. Постепенный урон получили все. И он тоже делает самое. Ах ты, гаденыш. А ну-ка. Вот. Все, ему хана, ребята. Так, теперь давайте, наверное, уже Криса будем лупить. Пока он тут не раздухарился. Давайте сразу его уб... Ой, кого я же хотел? Криса, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, чё ж. Посмотрим. Ай, сейчас будет ответка. Слушайте, я боюсь, Доня упадет сейчас у меня. Блин. Да чтоб тебя. Ай, елки-палки, ребята. Не спас я, к сожалению, Донателло. Да. Ну, ладно. А чё ж поделаешь? Пускай будет так, ребят. Главное, чтобы прошли. Так. И мы с вами двигаемся дальше. Ну, да. Мы с вами попадаем в элиту. 92-я позиция у нас. Это, как говорится, только начало. Только семечки. Не будем расстраиваться, переживать. Всё, мы с вами успеем. И вот, вот, ребята, где я могу с вами реализовать тех своих героев. Наверное. Я возьму... Я возьму вот этих вот. Хотя, подожди. Нет, придётся их взять. Ребята, хотя у него тут две карточки с тремя звёздами золотыми. Скорее всего, вот этих надо будет брать. Угу. Попробуем, ребята, вот этих разобрать. Опять же, не даю никакой гарантии, что у нас всё это получится. Но карточки я вот эти должен реализовать. Ну, нифига. Посмотрите, сколько у меня здесь в отстойнике будет. Нет, меня это не устраивает. Давай вот так вот сделаем. Армагон. Я думаю, что должны здесь. И возьмём, пожалуй, Бибопа. Да. Вот так вот. Так. Так, 25-й, 24-й, 24-й, 24-й уровень. Всё, должны. Тут вот именно в этой колоде мы должны в первую очередь, мне кажется, подбить Петренко Ивана. Почему? Потому что, ребята, у него массовый удар. О! О-хо-хо! А теперь давай-ка ракеточки. Ой, как хорошо, ребята. Так. Ну. Лео, давай, пробей его, пожалуйста. Чёрт-то с два он пробивает. Ну. Бибоп, а ты сможешь? Да ёппасе-те. Ну, правильно, отхил, конечно же. А этот в провокацию встаёт. Блин, не было печали, да, называется? Не было печали. Оу. Блин. Блин-блинский, как говорится. Вот теперь мы замучимся пробивать, извините меня, крипа. Этот гадёныш такой ещё, когда он в провокации-то стоит. Фиг его. У меня нет хила. Вот в чём проблема, ребята. Нет хила. Сейчас у меня будут падать, ребята. Даже не смог пробить. Ёппасе, всё. Бибоп у меня отдыхает, ребят. Ай, да. Хотел как лучше, получилось как всегда. Давай, давай, ещё Лео мне уроните. Так, убиваем. Нет. Я отод... Да ладно, вы чё? И вы издеваетесь сейчас надо мной? Ну, давай попробуем, Эйприл, с тобой загнать в угол. Блин, я боюсь, ничего не получится. Сейчас у Доника, скорее всего, откатятся удары. Вон и... Сюрикеновский, как говорится, звездопад, блин. Вот он. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, ладно. Я попробую. Я попробую так. Что же сделать-то лучше? Броню ему понизить? Нет. Давай-ка ударим. Оп. Чёрт, ас-два. Давай-ка вот так сделаем. Ага. Постепеночке висит. Хорошо, давай вот так сделаем. Та-да-да-да. Тейц. Не погиб. Всё, ребят, вот теперь ему хана. Вот теперь ему звездец на холодец. Да, мы выиграли. Но, опять же, не без потерь. Ну, а что вы хотели? Что вы хотели? Зато я реализовал свои вот эти вот, ребята, карточки. Хорошо, что я не взял тех. Там с теми мы точно проиграли бы с вами. Хорошо, двигаемся дальше. Так, и смотрим, кто у нас здесь. Так, хорошо, хорошо. Так, 12-й, 13-й, да? Давай, наверное, мы с вами возьмём вот эту вот бригаду. Хотя, вот смотрите, вот здесь вот ракстеди, да, сильный. Здесь нейтрализатор будет нервировать. Здесь острозуб. Я не знаю. Ну, давайте попробуем, наверное, всё-таки взять вот эту вот бригаду. Бригаду. Вот эту вот компашку. И добрать карточки, которые мы с вами не использовали. Так, это у нас идёт Эйприл. Это у нас будет Синегами. И Раф. И при этом всё, мы с вами возьмём какого-нибудь Уберского. Уберского. Это у нас будет... Кто же это у нас будет? Уберский, блин. А давай Змейка Вьюна, да? Почему, ребята, именно его? За счёт того, что он имеет массовую атаку, он будет их просто пробивать, ребят. Поэтому поехали. Так, соль, ребята, здесь кое-какая неполадочка. Как всегда, отвлекли. Но да ладно. Поехали. Так. Ой, ёлки-палки. Тихо, тихо, тихо. Не надо, не надо. Рафик буянить здесь. Не надо. Так, ну что? Добивочный или пробивочный, как его назвать? Ага. Так. И Крис. Ну что ты делаешь, а? Хорош, успокойся уже. Дэнс готов. И остаётся у нас тут нейтрализатор, который, я думаю, здесь просто не выстоит. Да, ребята? Именно так и должно было быть. Так. Мы, естественно, с вами продвигаемся дальше. Попадаем? Нет. Попадаем, ребята, мы в элиту. Две звезды и, естественно, продолжаем дальше. Так. Смотрим. Выбираем. Ну, давай-давай-давай-давай-давай. Так. 12-14. Они все одинаковые, поэтому выбираем с наименьшим, как говорится, уровнем. А это у нас... А это у нас вот эти вот ребята, получается, да? Да. Именно они. В бой. В бой. И выбираем теперь свои карточки. Так. Смотрим. У меня здесь, хм, Майк, Лео, Раф и Кейси. Также еще, блин, ну вот от этого бибопа здесь не будет никакого толку, поэтому я, наверное, возьму все-таки Петренко. Поехали. Смотрите, у меня прям все эти черепашки космические тут, исторические. Так. Давай-ка мы с тобой попробуем... Блин, вот это мне не нравится. Мне не нравятся Майки этот. Он усиливает, ребята, команду. Ой-ой-ой-ой-ой. Че так слабо-то? Да ладно тебе. Вот сейчас он будет, ребята. Ну, естественно, усиляет команду свою. Фиг, как говорится, мы не успели его пробить. Так, этот тут еще Майк пинается. Блин, постепенку повесил. Что делать? Блин, они взялись за Петренко. Так, ну-ка давай массовым. Шух! Е! Вот так-то вот. Знай, как говорится, наших, да? Все, они его хотят добить. И он падает у меня, к сожалению. Петренко, блин. Вата какая-то, а? Ну что же, пытаемся дальше. Так, ну Крис, я думаю, что, в принципе, должен сейчас упасть. Судя по тому, как мы ему разбираем. Ну, давай, бросай. Э-те-те-те-те. Фигня какая-то. Ой, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, хиляются. Ну, блин, да что ж такое-то. Слушайте, я боюсь сейчас у меня, ребята. Да. Рафик у меня, к сожалению, упал. Так, ну что, 3 на 3 у нас, да, получается, ребят? Командочка. 3 на 3. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Как все тут? Плохо-то у нас. Ну и выбрал я, ребят. Хотя я в глубине души догадывался, что мы здесь, наверное, проиграем с вами. Но думал все-таки, что карты будут реализованы. И даже, несмотря на то, что мы проиграем. Хотя еще, ребят, не все потеряно. Или уже все, я не знаю. Попробуем вот так сделать. А, и контр тут же стоит. Нам надо было, блин, нам надо было Лео бомбить. А у Лео уйдет сопротивляемость против нас, да? Все. Боюсь, что наш Леонардо сейчас упадет, ребят. Да, упал. Ну а Майк здесь, по-моему, у нас не справится. Да, или Раф. Кто это у нас? С тамагавками. Хрен с ним, ребят, хрен с ним. Ладно. Как говорится, не так-то так мы с вами карточки истратили. Особо, конечно, выгоды в этом не было. Ладно, теперь я уже раздухарился. И приступаю, ребята, по полной программе прожаривать нашего врага. Здесь уже, как видите, никого нету. Поэтому берем вот этих вот. Вот этих вот орлов. Которые у нас 30 уровня. Причем, кстати, я вам скажу, что вот эти вот ребята 30 уровня, они у меня хуже, чем те, которые были 20. Потому что эти не прокачаны и вообще никак. Так, пиццу мы пока не будем с вами тратить. Я думаю, что надо наказывать в первую очередь Гекка. Потому что он будет у нас, ребята, вешать всякие статы положительные на свою команду. Так, чтоб тебя... Да ты посмотри, все равно ребята разбирают. Причем довольно круто. Что нам сделать надо? Нам сделать... Так, если я провокацию, предположим, возьму. Быстро они его шваркнут или нет? Так, баллончик, давай-ка бросаем баллончик. Да! Ересь какая-то! Так, крик... Нет, мне крик не нужен, ребята. Мне нужен вот этот вот удар. Да, вот теперь все будет хорошо. Должно быть. Так, подкрепляемся. Восстанавливаем, как говорится, себе полностью здоровье. Полностью. И он тоже подкрепляется. Ладно, хорошо. Плюс он еще у ворот себе поставил. Начнем мы, пожалуй... Давай-ка вот с этого майки, потому что он, ребята, будет снимать с команды весь негатив. А нам это не нужно. Так, давай-ка шокером его пробьем. Ага, и остается лишь только добить. А я еще вот так вот сделаю. Да-да-да, крик от Рафа. Все. Скорость понизили, ребята. Теперь уже будем разбирать. Минус майки. Так, теперь давайте, наверное, караечку, караечку будем карать. Так, ну-ка, ударь-ка по ней хорошо. Опс, отлично. Так, добьем. Добили, ребят, все. Остаются лишь Лео и Баксер Муха. Ну, это все для нас ерунда. Блин, надо было нам Лео вначале бомбить, потому что он на Мухе стоит у ворот. Как говорится, сейчас невыгодно нам бомбить. Ну-ка, Бибоб. Отличненько. Все, ребят, я думаю, что Лео сейчас упадет. Нет? Нет, не упал. Ага. Все-таки... Блин, ну ладно, гады, а. Ну, вы за это поплатитесь. Вы поплатитесь. Вот все равно хоть одного бойца, но надо им обязательно уронить. Все, хана этой Мухе. Сейчас она, ребят, тут дожужится свое. Давай-ка шокером ее. Дресь готов. Тинь-тинь-тинь-тинь. Раф такой, да? Танцулька. Ну что же. Не идеально, но тем не менее хорошо. Дойдем мы до трехзвездочной. Должны, ребята. Да, еще буквально один бой. И мы с вами попадем, по-моему, в самураи. Так. Поехали. Будем выбирать. Ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай. Быстрее. И опять все абсолютно одинаковые. Здесь, ребята. А, да. Да-да-да. Вот эту вот команду, наверное, мы с вами... Нет. Давай-ка вот эту, наверное, возьмем все-таки. Да. Я предпочитаю вот этих вот, ребят, разобрать. Так. Ну-ка, давайте-ка. Слушай. Хотя, ладно. Пойдет. И вот этих вот возьмем. Так. И пиццелицей. Все, ребята. Погнали. Отлично. Ну, я думаю, что мы справимся здесь. Должны. Так, усиливаемся сразу же. Сразу же всем усиление поставили. И начнем. С кого будем, ребят, начинать? Давай с Гекка, наверное. Хотя. Блин. Можно, конечно, начать и с Майки. У него как раз сопротивляемость маленькая. О, хорошо. Ой. А, ну правильно. Сплинтер 40-го уровня. Куда он там на него? Булочки свои крошит. Ёлки-палки. Так, пиццелицей. Хорош. Стой на месте. Не дергайся. Магман тут еще. Ё-моё. Так. Так, сделаем защиту. Да, ребят, конечно же. И провокацию. Ха-ха-ха. Вот то-то и оно. Теперь делаем массовый плевок. Вот так. Ой. Промахнулись даже. Так. А ну-ка. Все, ребят. Хана. Хана. Майки. Так, фиг они пробьют меня сразу, ребята. Фигушки. Он у меня, блин. Так-то в провокации плюс еще в защите. Это вообще имба. Попадем или нет? Мимо. Ну, естественно, потому что у ворот стоит. Так. Ну-ка попробуем. Хорошо. Так. Так, я думаю, пора, наверное, ребята уничтожать Карай. Ой, Карай. Гека. Есть. Теперь будем брать в разработку Макмана. Хотя Макман тоже, блин, гад силен. Так, тихо. Так, я не понял. Че вы тут из себя воодушевили-то, а? Я не понял. А ну-ка. О! Меткость понизили. Ой, ты, блин, сопряжу. Я... Как так-то? Ребят, ну я уже не знаю. Вот обязательно они хоть кого-нибудь... Да уронят у меня. Всегда почему так происходит. Не знаю, блин. Что за ересь, а? Что за фигня, блин? Так, ладно, давайте с Лео завязывать уже. Все, он достал. Кстати, вот у Лео вот этот вот удар, когда он в прыжке это делает. Он самый мощный у него получается. И вот этот Макман тоже, блин, раздражает, честно говоря. Он как танк идет у нас, блин. Так. Так. Плюс у него... Я не могу понять, почему у него вот эта вот защита-то не спадает? Что у него, вечная, что ли, она? Она же должна уже давным-давно спасть. Что, плевок что делает? Ай, саблезуба уронил мне, гад. Саблезуба уронил. Или остроклык. Как он там, блин? Так, ну, плевок. Нормулька. Так, давай-ка, ребята, его прожарим. Есть. Все. Да. До идеала, конечно, нам далеко. Но все-таки прошли. Так. И мы двигаемся, естественно, дальше. Попадаем. Да, мы попадаем. Были тут три звезды. Икс. Должны, ребята, мы сегодня дойти. Должны до самураев. Обязаны просто-напросто. И здесь особо разницы нету. Я возьму вот этих ребят, потому что у них очень мало звезд. Так. И я выберу, пожалуй, вот эту вот бригадушку. Да. Кто мне здесь не нравится? Вот в этой компашке. Мне не нравится здесь Лео. Да. Так, ну что же. Давай, наверное, мы усилим команду свою. Вот так, да? Ага, к север. Так, что мы будем делать? Слушай, он хорош, он хорош. Давай так вот сделаем. Усилим. А, нет. Мы за... Ой! 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 Мы снялись с них, ребята. Все, это звездец. Это, по-моему, ханаем. Посмотри, защиты вообще нету. Блин. А вот это вот зря. Вот это вот зря. Смотри. У всех стоит двойная атака. Это плохо для нас. Это очень плохо, поэтому нужно как можно быстрее разбирать. Да чтоб тебя! Два раза будут бомбить, да? А если мы вот так вот сделаем? А? Как оно? Сосунки. А ну-ка давай-ка сыграем джаз. Блин, не добили. Вот сейчас добьем, ребят. Вот так вот. Так, значит, что у нас здесь получается? Ну, такие довольно сильные. Так, кричим. Кричим. И бомбим. Опс. Ну и удар, конечно. Слабее некуда. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ты посмотри, как они Макмана. Ой, Макмана. Хрипа разбирают. Пш, упал. Упал как-то нежданно, негаданно. Так, вы еще мне короля убейте, блин, а? Твою дивизию. Они это и сделали, ребят. Опс. Как замечательно. Ну, добьем. Да уж, куда там. Да ты достал уже своей массовой атакой, блин. Говнюк. Хлебосочный. Ну, давай вот этого есть. Так, теперь... Блин, я даже не знаю, кого, ребят. Блин, что этого, что этого. Давай так попробуем. Слабо. Слабо ударили. Ой, вообще промазали. Да, гека, по-моему, сейчас, ребята, у нас упадет. Чё? Да ну нафиг. Вы чё, блин, припухли, что ли? Я не понял. Эй. Ребят, по-моему, здесь мы просрали. Профукали, как говорится, наше счастье золотое. Блин, ещё из вот этой черепашки. Не могу. Да фиг ли нам уже это... А я так обрадовался, да? Думал, понизили защиту. Всё, сейчас будем разбирать. Блин, раньше времени, блин. Вот как я посмотрю, начинаю радоваться раньше времени. И ничегошень классно получается. Да, ребята, да. Вот так вот. Ну что ж, давайте тогда дальше двигаться. И это будет вот эта вот команда. Тут самые слабачки, я думаю, да? Тут Пит. Не, ну Майк-то не слабак, конечно. Но всё-таки он должен получить своё по заслугам. Да, боюсь, мы сегодня, ребят, с вами не дойдём до самураев. Ха. Такими-то темпами. Мы сейчас на каком? На 96-м месте, да? Нам нужно идеально просто-напросто проходить всё здесь. Если мы хотим с вами оказаться там. Ладно, попробуем. Так, минус Пит. Давай-ка, Шреддер. Повесели меня. О, круто повеселил. Ха-ха-ха. Вообще шикарно. Ну что же, двигаемся дальше, ребята. Посмотрим, на какую позицию мы сейчас с вами перепрыгнем. Вот это была идеальная победа, причём довольно быстрая. И опс. Да, ребята. Все козыри нам в руку. Мы, естественно, сейчас с вами делаем ещё бой. Окажемся в самураях. Ну, а там уже, естественно, будем развивать наши события. Правда, наверное, уже в другую серию, но, тем не менее, уже будет попроще. Так, выбираем тигра, бакстера, муху, карайку и Эйприл. Да. Вот так вот. Здесь должны также отчесать его по полной программе. Как говорится, снять улыбку с его лица. Поехали. Тыч. Так, вот этот носорог мне не нравится, ребята. Немножко раздражает. Давай, наверное, мы его попробуем добить. Не дай бог он сделает массовый этот свой поджог. Отлично. Просто хорошо. Так, теперь давайте от кирби избавимся. Ага. Так, вот этот... Ой, хотел сказать, нам этот доник не нужен. А он нам правда не нужен, ребят. О, волной. Всё. Отлично. Да, нам ещё надо, ребята, где-то свои мутагена набрать. 5000 не забываем. Хотя, мы, наверное, уже насобирали его, да? Е! Мы в самураях, ребята. Я нас поздравляю с этим. Но ещё бой не продолжается, потому что у нас есть карточки, у нас есть энергия, у нас всё есть для того, чтобы двигаться дальше. Так, 13-16 и... Здесь уже можно брать, ребята, абсолютно любых, потому что у меня пошла элитная колода. Сами прекрасно видите. Так, поехали. Ой. А как же мне быть? Ну, давай сделаем так. 4 на 4, да? Я думаю, будет справедливо. У меня ещё 5 откатов есть. Поехали. Мы получим, конечно, немножко меньше опыта и... Как бы не так быстро с вами передвинемся, но зато все карточки мы с вами используем. Так, давай-ка. Минус муха. Так, массовый крик. От карая. Так, нормуль. Так, бомбим, бомбим голова. Ой, замечательно. Как идём, а? Нет, нет, нет. Бибоп, это тебе не поможет, поверь. Иммунитет какой-то там повесил. Зачем? Так, роквел тут дурачится. Ну, ладно, поехали. Упал. Молодец. Так, давай плевок. Ещё минус один. Давай ещё плевок. Ещё минус. Оу. Нет. Не минус. Вот теперь минус только. И поджёг. Да что ж такое? А, у него иммунитет, ребята, я понял. Поэтому он и не загорелся. Ну, всё, надеюсь. Да, ребята. Поехали тогда мы с вами дальше. Так, куда же мы приземлимся? Давайте хотя бы до двух звёзд дойдём. А мы должны дойти? Наверное. По крайней мере. Да не, должны, должны, потому что у меня ещё пять откатов будет. Так что 14-17 выбираем вот этих вот, ребят. Хотя здесь можно вообще любых выбрать. Для нас уже нет препятствий, как говорится. Поехали. Я даже здесь могу, ребят, поставить спокойно на автобой. И вы посмотрите, они просто их разорвут. Смотри. Как это всё будет делать, происходить? Массовый удар. Ну и буквально каждый наносит по удару и за собой убирает по одному товарищу. Да-да-да-да-да. Конечно, в теневуху он ушёл. Думаю, спрятался от меня. Хе-хе-хе. Нет. Этому не бывать. Да, ребята, теперь придётся нам использовать с вами откаты. Так. Смотрим. Да-да-да, это я всё понял. Поехали. И... Да, ребята, самураи две звезды. Но мы здесь ещё с вами укрепимся за счёт того, что у нас есть откаты. И мы сейчас это сделаем. Выберем самого-самого сильного и грозного. Это у нас абсолютно все они такие. Ну, тогда возьмём у кого больше... Вот. Больше звёзд и больше уровень. Именно эту командочку. Так. Так. Тихонько. Вот так. Ну, давай ты, ёлки-зэк. Вот. И Рокзара. Всё, ребят, поехали. И, как говорится, на этом мы с вами лигу закончим. Фух. Погнали. Тыч. Минус. Буквально по удару, скажем. Ну, Рокзар, ладно, фиг с тобой. Сделал. Нет. Смотрите-ка, ребята, Крис нанёс мухе урон. Слушайте, нифига. Не с первого удара мы, конечно, уже разбираем. Но, тем не менее, разбираем. Ну, куда ты прыгаешь, а? Куда ты прыгаешь, я-то спрашиваю. Хе-хе, Олух, Царя Небесного. На-ка. Ну, пробиваем. Да, отлично, ребята. Ебоб падает. Я представляю, да, такой пинок в пузень его жирную. Там, как у тебя, Крис, только нога там не застряла в его животе-то. Так. Ну, что же, 920 мутагена. Попадаем мы с вами на... О, 36-ю позицию. Шикарненько. Ну, вот, ребята. С лигой у нас похочено. Так, у нас мутагена сколько? Я не вижу, где у нас, ребят, мутаген. Ой, да нам за глаза. Ну, что же. Змейковён. Получай ап. Я тебя поздравляю с этим. Ну, и нас, ребята, соответственно, тоже. И открывается новая способность, которая называется Сложная биология. Змейковьюн использует феромоны, которые... Феромоны, чтобы помочь союзникам. В начале хода есть вероятность 10% увеличить силу воздействия у союзников на 20% в течение двух ходов. Так, сила воздействия, да, значит. Ну, ладно, хорошо. Пригодится в любом случае, ребят. Так, здесь мы, естественно, обмениваем. Так, у нас, кстати, ещё очень много сюриков, поэтому я думаю, что надо сбегать в магазин и кое-что посмотреть. Так, мы можем с вами приобрести... Вот, давайте 5 карточек. Как вот там звать нас? Старклык. Всё, да? Отлично. 45. У меня такое ощущение, что он будет у нас следующим готовым на прапку. Здесь у нас что получается, ребята? О, отлично. Давайте, естественно, лисицу брать. Уже 41 ДНК насобиралась у нас. Так, тут 520, но этого мало, ребята. Этого мало у нас. Тут минимум нужно 610. Но даже если я возьму, кого мне, ребят, собирать в ближайшее время? Я даже ума не приложу, если честно. Так, Пита мы открыли. Может быть, Кужеголового? Хотя мне Рокл тоже нравится. Да и Слэш неплохо было бы. Ладно, ребят, вы мне напишите, кого нам бы лучше открыть. Ну, на кого нам собирать за счёт вот таких жетонов. И будем собирать. Так, ну что же, переходим с вами, скорее всего, ребята, мы... Да, переходим мы с вами на испытания. Поехали. Так, эпизод первый. Тут у нас разыгрывается Леонардо. Сыр у нас есть. Тут у нас... Ой. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ребята, вы посмотрите, сколько и кого мне дали. Это же вообще плохо. Очень плохо. Как же я буду играть? Блин. Ну что же за засада-то такая? Мне досадно лично, ребят. Ну что это, блин? Ну, сороковые уровни. Ё-моё. Ну и куда я дойду? Ну ладно, этих я смогу победить. Потом следующий, например, этап. Два или три этапа я смогу только лишь победить здесь. Здесь, соответственно, слишком много карточек получить не получится у меня, к сожалению. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Как же так? Ну и дали мне колоду. Хотя бы одного суперсильного бы дали мне бойца. Это был бы уже плюс. А так... Нет, ребят. Никаких вариантов нету. На дальнейшем здесь развитие сюжета. Так, ну этих-то понятно. Здесь разбомбили всё легко и просто. Это первый уровень. Всегда был и будет изейшим. Поэтому переходим к следующему этапу. Так, карточка Лео. Хорошо, замечательно. Смотрим здесь, ребята. Вот, смотрите. Уже 25 уровней. Уже. Это второй. То есть на третий будет, наверное, 35. Ну, я думаю, что ещё как-то там потянем. А уже на третьей фазе сдуемся, скорее всего. Не на третьей, а на четвёртой. Да, на четвёртой, ребят. Поехали. Я вот ставлю автобой, ребят. И будем смотреть. Так, ну тут пока всё нормуль. 20 уровень тоже всё-таки не такой сложный для нас. Поехали далее. Бегут, бегут, мои ребята. Так, здесь у нас железноголовый, да, стоит. И Кирби. Слушайте, ну я думаю, что должны мы с ними справиться. Пускай даже они 25 уровня. Так. И железноголовый не упал, к сожалению. Хотя упал. Третья волна. Смотрим, кто у нас здесь. Грибочки, да. Грибочки. И так, Ваня, молодец. Ванюша, хорошо ты придумал. С пулемётика по стращать. Что это? Что это такое? Что ты делаешь? Скорость. Ах. Вот это, кстати, тоже неплохо, ребят. То есть, одна попытка, как говорится, избежать урона. Мне нравится. Всё, минус. Да, отлично. Три звезды. Идеальная победа. Получаем с вами ДНК. Так, хорошо. Леонарда. Хотя, в принципе, нам это не актуально, да? И вот, ребята, у нас следующая. Следующая пачка. Подожди. 25 уровень всего лишь? Я-то думал, что здесь будет 35-й. Хорошо. Мне только... Мне только за. Я... Мне нравится. Такой подход. 25 уровень. Шикарненько тогда. Что ещё могу на это ответить? Да? Тогда мы, ребята, пройдём, наверное, и третью, и четвёртую фазу. Так. Хорош блокировать мои удары. Эй. Щегол. Таракан. Сейчас дихлофосом-то тебя попшикаю. Давай, ребята. Оп-оп-оп-оп-опа. Готов, охламон. Да выделался. Да выёживался, так сказать. Так, здесь у нас 100 кунаичи, да, стоит. И морозильная кошка. В принципе, всё это ерунда, ребята. Кунаичи мы сейчас положим на лопатки. Опс. Нет, смотри-ка. Так, хорош хилить. Хорош хилить. Думает, это поможет. Эй, дурила. С Нижнего Тагила. Ладно, ребят. Так, хорош, тут буянить уже. Что ты думаешь, это тебе поможет? Вряд ли. Так, и морозильный ход. Зачем? Шреддер, зачем ты? Вот. Ты бы мог просто бомбануть. Тот же самый был бы эффект. Мне этому нужно было выпендриться. Либо ты бы мог применить, конечно, бы суперудар. И, поверь мне, было бы больше толку. Нет, он сейчас почему-то делает отхил. Странный парень вообще какой-то. Не понимаю я его. Так, Лео, думаю, сейчас, ребята, отдуплится. Да. Так, здесь. Слушай, ой, вот этот опасный удар, ребят, когда он в прыжке делает. Так, ну этот Лео даже не успел, ребят, воспользоваться массовым ударом. И этот тоже падает. Отлично. Отличненько всё идёт у нас. Мы с вами получаем ДНК. И, соответственно, переходим дальше. А, кстати, а что это за Леонардо у нас такой? Я не могу понять. Видение. Ага. А, это вот этот, который с такими штуками на руках, да? По-моему, это он. Такой нервозный персонаж, если честно. Так, смотрим. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ребята, 45-е уровни. Причём 4 звезды у всех золотые. Есть ли смысл? Ну, я думаю, что нету. Эй. Ну, давай попробуем чисто так для, как говорится, личной потехи. Посмотрим, какие тут. Тут 40-е уровни. Давай вырубаем автобой и смотрим. Ну, это у нас обычные персонажи, поэтому, естественно, они разбираются легко и просто. Вся соль будет уже, естественно, с этими, с основными персонажами. Типа черепашек. Угу. Ну, давай добьём. Ёпп-рсетэш. Что ж вы? Нормуль. Переходим на вторую волну. И здесь у нас уже должны быть враги посерьёзнее. И это у нас Слэш и Пит. Ну, что я могу сказать? Пита я не считаю заслуженного врага. А вот Слэш, да, скорее всего, может прижучить нас своим массовым... Вот кого он хилит? Дурил. Ну, ладно. Это его дела. Так, Макон плевок делает. Не добил. Ой. Вот я вам об этом, ребята, говорил. Посмотрите. Сейчас Пит добьёт короля. Крысиного. И нас стало меньше. В разы. Так, хорош. Ой, массовый удар. Опачки. Он ещё и оглушил. Ну, естественно, ребята, естественно. В принципе, здесь я ничему не удивляюсь, потому что я прекрасно знал, что здесь мы не справимся. Один Слэш чё стоит? Ёлки-палки. И этот Пит халявщик, ёлки-палки. Мне бы его хотя бы наказать. На, гадёныш, получил своё. Ну, и всё. В принципе, здесь мы проиграли. Нам не пробить Слэша. Он 45-го уровня. И у нас два персонажа тоже 45-го уровня. Но он силён. Он крепок. И у него очень много ХП, ребят. Нет. Ну, может быть, мы его сейчас, конечно, запинаем. Да. Но со следующей, как говорится, пачкой нам делать нечего. Как видите, у них здесь одни Лео. Хотя... Подожди секунду. Вот было бы неплохо, если бы хотя бы эти грибы упали бы. Да. Сейчас бы, смотрите, массовыми ударами. А не бомбить. А у них довольно крепкие удары. Опс. Вот так вот, ребята. Вот так вот это дело и происходит. Ладно, гриб, наверное, упадёт, скорее всего. Или не упадёт. По-моему, до него даже очередь не дойдёт. Да, ребята. Ай. Какая-то оттеплилась в душе надежда. Но она также сгорела буквально. После того, как я понял, что да. Не потянуть нам. Ладно, ребята. Мы переходим с вами на испытание девичьей силы. Давайте посмотрим, кого нам здесь соизволят всё-таки дать. Угу. Так. Вот этих мы, ребят, убираем и выставляем. А кого выставлять-то? Кого, скажите мне, здесь выставить лучше? Ёп, простоты. Ну, естественно, вызываем Карай. Эйприл. Давай, наверное, возьмём так вот и... Погоди-ка. Вот так. А, нет, вот, ребят, мы сейчас с вами сделаем немножко по-другому. Вот этих вот выставляем, своих супер-пупер мощных ребят. Да, несмотря на то, что у нас вот эти вот, как говорится, имеют все открытые способности. И всё-таки у них как бы платиновые звёзды. Я считаю, что всё-таки надо играть своей основной командой. Потому что она и по уровню высокая. И, соответственно, мы сможем дальше пройти. Поехали, ребят. Никаких, как говорится, девочек в отряде. И в бой идут одни пацаны. Поехали. Автобой, ребят, здесь всё изи будет. Так что... Как говорится, можно без моего контроля здесь разруливать. Поехали. Так. Падают, падают. Падают листья. Ну и что? А мне так хорошо? Давай вот этих вот, ребятушек, заколбасим. Так. Вот этих. Так, училок. Училок обязательно. Эй! Да. Молодцы. Всё. Первая фаза пройдена. И мы с вами, соответственно, двигаемся далее. И это были у нас 12 уровень. Так, тихо, давай. Карачку мы заработали с вами. Следующий у нас идёт Эйплю. Потом карай. В принципе, разгодится. Под пивко, как говорится, пойдёт, ребята. Поехали. Так. Пошёл разбор полётов 20 уровня. Без каких-либо проблем для нас. Тут у нас, как видим, три волны. Вторую мы уже с вами практически разобрали. И последняя. Кто у нас там на последней будет поджидать? Ага. Эйприл и... Карай. Карай нельзя. Всё. Их уже нету. А как-то странно. Они сейчас играли. Они обычно любят по бокам сносить, да, монстрам. Потом уже браться за основную команду. А здесь они почему-то начали с середины. Неужели немножечко искусственного интеллекта им добавили? Так. Ну что же. Переходим с вами к караю. Должны мы дойти, наверное, с вами до... До кошки? До лисицы, точнее. Посмотрим. Поехали. Так. Есть. Есть контакт. Так. Автобой. Автобой, ребята, естественно. Слушайте, здесь эти ребята 30-го уровня тоже у нас практически на него удар. Поэтому сейчас быстренько мы это всё пробежим. А тут у нас кто? Крысы. Гриболюди. Гриболюди, да? Ничего людского я в них не вижу, если честно. А тут-то кто? Карай. Морозильная кошечка. Ой. Самый сок. Бум. Падает. Тоже падает. И этих сейчас щеглов мы разберём моментально. Да? Всё. Просто и здесь же проходим. И быстро, и легко. И не напряжно. Так. Давай-ка посмотрим дальше. Кто у нас там будет? Вот карточка караечки у нас и получается. Так. Морозильная кошка идёт. Потом будет уже лисица. Хотя мы, может быть, до синегами всё-таки дойдём. Хотя посмотрим. Так. Поехали. Сороковые уровни. Ребят, поверьте мне, пройдём на изи. 40-45 уровень для нас это не предел. Для нас начинается предел где-то 55-й, 60-й. Ну, судя по тому, какая у меня команда. А здесь всё пойдёт у нас хорошо. Ну. Ну, это вообще шелуха для нас. Эти роботы уже для нас не авторитет. Поэтому разбираем их просто на ура. И... А, тут 4 волны. Ага, вот оно что. Ладно. Не проблема. Вот она и лисичка здесь у нас. Так. А почему вы начинаете вот с боковых? Не, чтобы с середины начать. Так. Убивает. Да. Синегами падает просто сразу же. Вот она лиса. Ай. Какая она хорошенькая. Мм. Ну, в принципе, ладно, Раф. Я прощаю тебе. Я никогда не был против твоей провокации. Она никому плохому ничего не делает. Только лишь добро. Как говорится, ты защищаешь нашу команду. Хотя здесь можно было бы этого не делать. Всё равно это шелуха. Подзаборный сразу идёт на разбор. Ах. Вот оно что. У нас же здесь ещё босс. А я совсем забыл, ребята. Да? Этот босс, ребят, для нас тоже ерунда. Потому что, если не ошибаюсь, Рафик стоит под... Да? Под провокацией. Хе-хе-хе-хе. Так. Ты что, Ахламон? Припух, что ли? Ой, с удара полхп. Ну, всё, ребята. Это хана называется. Хе-хе. Отлично. Ну, вот. Ребят, мы получаем с вами ДНК морозильной кошки. И, соответственно, двигаемся дальше. Так. Поехали. И вот, ребята, у нас лисица. Давай. А чё давай? Мы здесь, ребята, должны, по идее... По идее, должны справиться. Пятидесятые, пятьдесят пятые уровни. Так, подожди. Давай-ка вот так вот сделаем. Оп. Поехали. Ой. Одна крыса упала почему-то. Не выдержала, да? Как говорится, за травочки. А, здесь у нас тоже четыре волны. Это, получается, что здесь будет босс у нас, что ли? Шреддер на крыше или нет? Нет, слушай, по-моему, не так всё. По-моему, здесь будет этот... Цыплёнок двухногий. По-моему, так. Могу ошибаться, ребят? Не помню уже. Ну? Лео, вот зачем ты вот на этого хламона потратил такой классный удар? Я не понимаю вот этого вот. Зачем ты вертушку сейчас потратил? Мог бы просто бомбануть, и они бы рассыпались бы здесь. Слушайте, ну, судя по тому, что мы не получаем вообще никакого урона, ребят, вообще, и здесь же идём. Так, ладно. Тыч. И бронированный таракан. Да чтоб тебе, Лео, ну... Ты какой-то фанат суперударов своих. Я не знаю. И спорим. А, нет, ребята, вот у нас четвёртая волна. Как мы видим, здесь у нас карайка, синегами, лисица и морзильная кошка. Так. Ой. Всё, понятно, ребята. Мы здесь разберём. Разберём, причём безнапряжно вообще. Так, бронировка упала. Лео уложил карайку. Синегами решила тут нас напугать. Ничего у неё не вышло, конечно же. Она за это сейчас ещё и поплатится. Нет, хил, хил, конечно же, хил делают ей. Ох, классно было сейчас. Так, лиса. Угу. Нормуль. Но не прокатило. Да, ребята. Вообще просто великолепно идём. Упали. Распластались. А мы двигаемся с вами дальше. Так, что у нас? 65-60 уровней, да? Предполагаю, я буду в дальнейшем. Карточка. Отлично. Лисица. Смотрим. Так, тут у нас синегами, да, разыгрывается. И смотрим уровень. 65-й. А я рискую, ребят. Я рискую, потому что я почему-то внутри души думаю, что мы всё-таки здесь с вами справимся. Пускай, конечно, не без потерь, но должны, должны мы здесь одолеть. Так, тихо. Я даже знаю, кто здесь у нас будет слабое звено. Естественно, зэк. Зэк и, наверное, Рокзар. Вот так вот. Я уже, как говорится, подчеркнул все недочёты своей бригады. Ну, нормуль. А, здесь у нас 5 волн. Да, ребята, в конце будет у нас босс. Всё, я вспомнил. Ну, видите, они разбираются здесь не так уже легко. Это причём обычные рядовые бойцы, которые из себя вообще ничего не представляют. Тем не менее, разбираются они туговато. Угу. Так, наверное, на третьей волне уже появятся серьёзные игроки. Нет, здесь у нас горилла задаи, да? Именно они, ребята. Которые любят стрелять из одного места. Так. Слушай, ну, вот-вот. Ну, и что? Нет, Рокзар, ребята, держит удар. Как видите, очень даже неплохо держит. Ну, а мы уже начинаем к разбору полётов. Так, давай, Лео. Е. Хорошо, у тебя получилось. Ой, Крис ещё сделал защиту дополнительную. Всё, ребята, это труба полная им. Это им полная труба будет сейчас. Вы спросите, почему? А потому что мы сейчас с вами зайдём в следующую фазу бойни. Вот как сейчас у нас всё есть. А должны у нас здесь быть... Да, вот это вот самая элитная шайка Лейка. О, Лео делает ещё... Красава. Вот здесь ты правильно сделал. Поступил как нельзя хорошо. Вот здесь вот желательно их как можно быстрее всех ухайдокать. Так. Ох. Слушай, ну, ничего, конечно, не сработало. Понижение скорости ни на кого не подействовало. Да ядрён батон, ну... Вот раздухарилась. Блин, ну, ребят, как я вам говорил, зэк, скорее всего, здесь у меня упадёт. Крис, это, конечно, не актуально. Так. А, молния шаровая. Блин, блинский. Ай. Ну, естественно, хиляет. Конечно же. Как же без подхила? О, молодец, Раф. Делает провокацию. Всё. А у нас хила же нету, ребята? Нет, у нас есть хил от Лео. Но я не знаю, успеет ли он его сделать. Так, это что-то новенькое. Оп, 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 оп. Нифига вы раз... Офигеть, они Рафика, ребята, поджухали мне. Посмотрите, он ещё даже не имеет права похиляться. Вот так вот. Ну. Блин, кошка не падает, ребят. Да, не имеет смысла хилять Рафа, потому что у него... Ага, опять тот же самый босс? Я, честно говоря, думал, что будет другой. Ладно. Как вы думаете, справимся мы с ним или нет? Какого он там уровня, я уже забыл? А, 65-го. Ну, смотрите. Судя по тому, как мы у него за руи отнимаем, мы должны его не то что справиться, мы должны его закопать. И даже забыть имя, как его звать. Усиливает Раф свою команду. Рафзар берёт провокацию. Лео хиляет. И вообще уберски всё получилось, ребята. Потому что ему в этом случае просто хана. Ничего здесь уже ему не поможет. Вообще ничего. Какого лешего? Он два раза ходит-то, а? Гнида подколодная. Ха-ха-ха-ха. Вот так-то вот. Не дёргайся, как говорится. Ну что же. Это, наверное, у нас был, ребят, с вами последний бой. Потому что дальше нет смысла. Там уже 70-й, 75-й уровни. Вряд ли мы, конечно, там справимся. Но с синегами мы с вами получаем. А, конечно, хотел... А что у нас тут? Вот эпизод 7-й. Последний он, по идее, должен быть. И смотрите. 70-е уровни. 70-е, 75-е. Скажите, заманчиво, да? Ну, вы видели прекрасно, что у нас было на 65-м уровне. Всё как-то кисло. Может быть, может быть, ребята, в следующей серии всё равно у нас останется, наверное, энергия там. Или ещё чуть-чуть. И мы попробуем пройти этот седьмой эпизод. А сейчас давайте-ка посмотрим, выпадет ли нам что-нибудь хорошее здесь. Так, поехали. Ага, 30 жетонов. Не то. Сырный телефон. Ну, конечно, да. Ага, всё. Кончилось мороженое у нас. Но зато у нас, по-моему, не закончилась, ребята, пицца. Пицца не закончилась? Где пицца? Покажите мне, сколько у нас пиццы осталось. Я хочу посмотреть. Не вижу я пока нифига. А, по-моему, тоже маловато, ребят. Сейчас, 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 сейчас. У нас кого-то... Вот, саблезубы можно, в принципе, да? Давайте попробуем найти. Всего 14, ребята, пиццы. То есть, буквально на один разок. Да, и нам выпадает ДНК-шка. Ну, всё. На этом, ребята, мы будем с вами закругляться. У нас закончилась энергия везде практически. Так, 235. А для того, чтобы повысить, сколько нужно? 400. 400, ребята, блин. Ну, это жесть какая-то. Это же сколько мне ещё копить надо будет. Блин. Очень-очень долго. Ну, ладно. Так что, всем пока. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы, естественно, с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что, удачки вам. Субтитры сделал DimaTorzok